Привет, мои хорошие! Наконец-то я созрела снять свою котлею Памелу Финей. Времени, на самом деле, полно свободного, но такая лень одолевает с этой самоизоляцией просто. Я вообще ничего не хочу делать. Даже вот любоваться такой красотой, я не знаю, как у вас, а у меня вот так. Но все равно, слава Богу, я созрела. Я встала с кровати, достала этот прекрасный цветочек и вам сейчас его показываю. На самом деле, он у меня уже отцветает чуть-чуть. Наверное, не знаю, сколько он у меня цветет. Но третья неделя пошла, у него получается 10 цветов. Я все ждала, ждала, когда откроются все бутоны. Ну, он начал отцветать. Цветок большой, но в этот раз диаметр, наверное, сантиметров 20, не больше. Но мало солнышка было. Хоть зима была теплая, но солнышка было мало. Хотя они у меня стоят на окне, все котлеи мои любимые, и под лампами. Но все равно, спасибо, 10 цветов. Сейчас с вами посмотрим на каждой псевдобульбе по два цветочка. Я даже вынесла ее в коридор, потому что там показывать дома, там полно-полно цветов, друг на друге стоят. И крутить я не смогла бы, я просто бы сломала цветы. Вот если вот так вот сравнить мой пальчик и губа. Надеюсь, видно. Пальчик и губа. Куст достаточно стал большой. Так, будем крутить. Вот видите, уже цветает. Это первые, первые были цветы. Но не страшно. Вот здесь только-только начали открываться. Еще такие упругие. Очень вкусно пахнет. У нее очень красивая губа. Вы знаете, многие девчонки-мальчишки мне говорят, что вот у меня котлеи не цветет. Что делать? Что делать? Очень много нужно света. У меня южная сторона. У меня фаленопсисы не цветут. Им плохо у меня. А котлеи просто я посадила одну бульбу, допустим, Севдобульбу посадила, она у меня растет. За все время у меня, может быть, две котлеи погибло. Не потому что, не по моей вине, а потому что я их уже купила такими задротами больными. Совсем они уже, я надеялась, что смогу их спасти, вылечить. Но не по моей вине погибли. По моей вине гибнут фаленопсисы. Раньше гибли. Так, вот здесь еще. Вот будет открываться. Такая вот. Ну, это последний цветонос из пяти получается. Да, пять цветоносов она дала. Я постоянно кручу, верчу. Потому что, видите, придется уже пересаживать. Ну как, сейчас нет, еще есть чуть-чуть места. Но она у меня сейчас стоит вот так в комнату смотрит эта сторона. И старые псевдобульбы смотрят в окно. И они у меня как бы поворачиваются по кругу. Но здесь не получится, да, по кругу. Потому что, вот они у меня ушли в эту сторону и в эту сторону. И я уже крутить не буду. Они такие вот кривенькие. Ну, как смотрят в сторону. Потому что я пытаюсь, чтобы они ушли вот туда. Так, не сломать. Вот сюда. Здесь полно места. Ну, потихонечку, конечно, не заполнят они все. Ну, какое-то пространство заполнят. Так, ну, давайте посчитаем с вами. Два. Четыре. Вот эти прекрасные. Четыре. Шесть. Восемь. Восемь. И десять. Вот. Ну, я советую, если вот у кого-то котлеи, да, ну, не цветут. Ну, если не южная сторона, конечно. Не знаю, не знаю. Но попробуйте купить вот Памлу Финей. Это не реклама ни в коем случае. А она почему-то у меня цветет. Но у меня много, конечно, котлей цветет. Скоро еще вам покажу. Тоже с огромным диаметром. Цветка будет цвести. Смотрите, она у меня тоже целая. Вот. Попробуйте купить Памлу. Очень красивая губа, конечно. Сейчас. Вот диаметр цветка 20 сантиметров. По идее, они достигают 22-24. Но я все-таки думаю, что это солнышка не хватало. Вот так вот этот горшок смотрится. Так, какой стороной красиво повернуть. Не знаю, какой. Ну, вот, на самом деле, он огромный. Горшок. Какой диаметр? Наверное. Ну, больше 15-го. Вот такая котлея. Конечно, солнышка нет. Получаются у нее чехлы. Но есть вот такие большие чехлы, есть вот маленькие. Самое интересное, что, естественно, пять псевдобульб у меня не выросло за зиму новых. Она процвела и старых цветоносов. И старых цветоносов. Не всех, но... Так, не сломать. Ну, не знаю, как показать это все. Вот с моим пальчиком. С большим пальчиком. Так что по мылу я советую. И заметила, ну, они все цветут, но... Котлеи, которые с большим диаметром цветка, они... Ну, по моему мнению, они чаще цветут. Жалко, конечно, что... Вот так. Дома на окне еле помещается. Котлеи так быстро растут. И... Очень быстро становится места мало. Все равно красиво смотрится. Мне так кажется, что красиво. Жалко, что вот эти два раз... Два отсветают. Ну, этот еще не сильно отсветает. Этот еще торгер отличный. И... Лепесточков просто... Почему-то губ... А, ну, губа уже, видите, закрывается. У них такая красивая губа. Губка почему-то начала закрываться. У этой... Губка открыта. У этого цветочка. Как будто кораллы. Вот, значит, в первую очередь начинают подсушивать вот эти вот верхние лепесточки. Хотя у этого нет. А у этого, наоборот, вот этот лепесточек начал подсушивать. Не знаю. Вот такая губа. Очень красивая. Так что, если у кого-то не цветут котлеи, попробуйте. Но, учтите, это гигант. Ну, клевый гигант, цветущий. А я вообще, знаете, что считаю? Вот какие у вас цветут? Вот у меня цветут котлеи дендробиумы. Скациэндаванда. Знаете, по большей части нужно покупать. Но мне, котлеи, дендробиумы разные. Потому что они не фаленопсисы. Я к фаленопсисам. Я очень их люблю. И я, когда их вижу, я хочу. Многие спрашивают. Света, ты работаешь цветами, но с орхидеями. Почему не покупаешь? Ну, в первую очередь, потому что я держусь. Потому что им не очень хорошо у меня. Они растут, все хорошо, но не цветут. А Катюша любит меня. Я их. Это любовь. Все мои хорошие. Я так хочу вам показать, вот как, с какой стороны смотреть. Если вот так вот. На самом деле она огромная. Не знаю, как показать. Вот лист. Лист огромный. Больше, чем ладошка. Ну, почти в два раза. Раз. Ну, в полтора. Жалко, у меня нет такого пьедестала, который сам крутится и показывает эту красоту. Ой. И здесь цепляется. Ну, все, мои хорошие. На этом будем заканчивать, прощаться. Всем пока. До скорой встречи. Я вас люблю. Спасибо.